здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы разбираем вот эту вот шапочку в этом видео вы увидите вот резинку таким вот интересным способом 22 ее вида плюс полностью как связать с шапку вплоть до того как закончить все я покажу два варианта этой шапки то есть шапка и берет все буду озвучивать на протяжении этого видео девчонки так что смотрим до конца так девчонки начнем с того что нам нужны две спицы основные и 1 вспомогательные если будете вязать в круговую то две круга ну как бы пара круговых спиц и 1 вот носочная именно спица вспомогательная я набираю петли способом который я использую для резинки 2 на 2 подробно ссылочка будет на видео в описании под видео на этот способ по петель должно быть и кратно 4 если вы вяжете в круговой если же вы вяжете со швом то число петель кратно 4 плюс 2 петли на кромочной чтобы совпало хорошо красиво резинка 2 на 2 у меня это 22 петли то есть 20 петель которые делятся на 4 плюс 2 петли и начинаю вязать резинку 2 на 2 2 петли лицевые 2 петли изнаночные так всего четыре ряда значит я вижу пряжей которая у меня 260 метров 100 граммах и спицы три с половиной миллиметра вы же девчонки смотрите тут я буду объяснять независимо от пряжи и спиц я дальше объясню все как посчитать независимо от плотности вязания так через два ряда что мы делаем мы первую кромочную мы снимаем снимаем на дополнительную спицу эти две лицевые петли и вот на этой дополнительной спицы берем нить и вот так вот обматываем раз и два эти петли и провязываем потом их прям уже на этой дополнительной спицы можно один раз обмотать но мне кажется два будет красивее это мое мнение вы попробуйте на образцы один раз сделать один раз обернуть второй раз два раза обернуть следующие 2 лицевые изнаночные провязываем лицевые оба а обматывает раз и два то есть сзади вперед нить идет вот это и далее мы их провязываем видите обвита ниточка получается следующий ряд не затягиваем конечно здесь чтобы это нет не было очень немножечко так слегка чтобы она все-таки была прижата то есть мы продолжаем вязать резинку при этом лицевые петли мы просто вот обматываем рабочую нитью и последнее видите этот узор в круговую очень легко вяжется потому что по сути выполняется он в лицевом ряду так теперь мы вяжем ряд по узору изнаночные либо если в круговую просто по узору резинкой я же говорю попробуйте на образце один раз обвить как вам лучше больше понравится мне кажется два раза лучше и вот здесь вот момент там на образце я смотрю там все таки похоже что через четыре ряда сделаем сделано вот это вот видите я же его сделаю через два ряда ну то есть в каждом лицевом буду делать а вы смотрите смотрите как вам больше нравится опять же это зависит от предпочтений попробуйте на образце оба варианта я буду делать в каждом лицевом ряду и сейчас вижу всю резинку и итак вот смотрите я провязала девчонки и вот половину из них я делала по одному перебросу обвитию а половину по 2 от видите мне больше нравится по 2 но больше похоже на и оригинал по одному как бы обвитию далее что хочу сказать в оригинале похоже на то что она делается через три ряда вот не через два как я а через три ряда то есть тоже пробуйте девчонки и сейчас я покажу как я делаю без третьей спицы вот это дополнительно одном именно от один кружочек ниточки значит переснимаем на правую спицу эти две лицевые завожу нить вперед и вот так вот и и придерживая переснимаю снова на левую спицу эти же две петли и потом их провязываю может быть кому-то это показывается сложнее мне проще потому что я не задействую третью спицу смотрите как вам удобнее так и делаете еще раз показываю так высоту мы вяжем что вижу на образце вижу приблизительно это так визуально представляю себе 7 8 сантиметров для шапки если я еще буду дальше говорить о том как сделать берет если вы хотите берет то вяжите где-то 5-6 сантиметра ой делали то если шапку то 7 8 вот так так примерно так далее что у нас что я вижу для шапки значит если опять же вы же определитесь самом начале если вы вяжете берет то вы сейчас этот ряд вяжите просто так по узору и ничего не делаете просто вяжите резинкой если же вы вяжете шапку то вот эти вот две лицевые петли провязывайте вместе изнаночные мы вместе не провязываем только лицевые то есть мы сокращаем каждую четвертую петлю теперь мы переходим на английскую резинку то есть одну петлю с накидом снимаем вторую провязываем снимаем провязываем снимаем провязываем снимаем провязываем, снимаем, провязываем, снимаем, провязываем, снимаем изнаночный ряд ту петлю которую мы с накидом сняли провязываем лицевой, изнаночную с накидом снимаем для тех как просто как маленькая напоминалочка я думаю английскую резинку всем прекрасно умеем весь узор заключается в том что изнаночную мы снимаем с накидом лицевую провязываем но в круговом вязании она это этот узор посложнее потому что там нужно четко понимать где снять изнаночную где провязать изнаночную поэтому английская резинка в круговом вязание если не знаете не вяжите то что потому что сейчас я это объяснять не буду эта тема отдельного урока если нужно пишите я сниму отдельное видео о том как вязать в круговую английскую резинку и покажу вам потому что я не хочу загружать именно это видео лишней информации слишком уж длинная она будет вот и продолжаем вязать резинкой до нужной нам высоты английская резинка теперь так вот когда мы провязали вот эту вот английскую резинку визуально будешь говорю вот приблизительно я вижу где-то от 20 до 28 сантиметров вот этого часть до сокращений а вы меряйте либо по своей любимой шапки либо по своей головушке если у вас круговое вязание то это легко сделать вы одеваете и меряете вот макушка будет еще где-то сантиметра 32 сантиметра 3 далее когда вы уже определили что уже вы будете сокращать это все дело переходим на резинку один на один и вяжем где-то 4 6 рядов приблизительно немного не надо много вязать то есть шапка будет пышной вот видите для шапки вот этого как бы увеличения нам достаточно для берета она будет больше то есть берет сам по себе усядется уляжется как берет вот потому что вы за счет того что вы не будете сокращать вот эту каждую четвертую петлю он уже будет расширен вот кто свяжет девчонки похвастайтесь мне обязательно хочу видеть хочу видеть и помпон соответственно это вы тоже сделайте хотя и думаю он там и лишний ну может и нет это же такое дело дело вкуса так вот когда я сейчас провязала 4 раза видите она уже уменьшилась за счет того что мы перешли на резинку и теперь по методу трех рядов значит провязываем все петли по 2 вместе 2 я даже кромочная дела потому что лучше вязать вот так вот она красивее выглядеть выглядит лицевая с изнаночной провязываю 2 вместе они потом красиво ложатся второй раз ряд снова по 2 вместе 1 2 3 4 и третий ряд еще по 2 вместе и потом все оставшиеся петли понятное дело их у вас будет больше у меня клин маленький у вас их будет больше вы на иголочку их стянули завязали крепенько и все макушка у вас идеально вот видите как она сходится красиво все очень симпатично теперь по поводу размера вот когда вы связали образец из вашей пряжи вы берете линейку и меряйте не вот так вот то есть допустим у вас голова 55 сантиметров вы растягиваете так как оно должно быть по голове и считайте сколько у вас петель 5 сантиметров вот у меня вот начинается и вот заканчивается по сути вот раз два три 4 5 6 7 8 9 10 12 петель 5 сантиметрах вот именно в натянутом состоянии мы это меряем то есть на всю шапку у меня будет сколько если обход гола окружность головы 55 а в пяти сантиметрах 12 120 132 петли вот это при этой плотности при этих спицах при моей моей плот при моей из плотности вязания вы же считаете по своим по своей вы же считаете по своей плотности вязания вот девчонки так ну я думаю все и объяснила на сегодня это все с вами была века школа рукоделия всем пока пока